В Ненецком округе ситуация остается стабильной. На сегодняшний день в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В режиме самоизоляции находится 120 человек. Такие данные были представлены сегодня на очередном заседании Оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории региона. Штаб создан соответствующим распоряжением губернатора. 120 человек на самоизоляции, 33 сняты с наблюдения после проведения повторных исследований на наличие коронавируса. На сегодняшний день в Ненецком округе проведено 224 исследования, 42 из них за последние сутки. Все исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии. В учреждение дополнительно поступило 600 тест-систем для проведения исследований на коронавирусную инфекцию. Эти тест-системы разработаны государственным учреждением Роспотребнадзора. Они основаны, их действие основано на методе полимеразной цепной реакции. Этот метод эффективен и дает нам получить, дает возможность получить результаты в короткие сроки. Человек, прибывший из неблагоприятной по коронавирусной инфекции страны, должен не только сдать необходимые пробы, но и самоизолироваться. Однако в Ненецком округе, по словам представителей Роспотребнадзора, зарегистрирован ряд случаев, когда люди покидают места самоизоляции. Несмотря на то, что за нарушение режима предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Граждане наши должны понимать, что за те действия, которые они предпринимают, может быть еще и уголовная ответственность. Потому что если выяснится, что человек, который находился на самоизоляции, он вышел за пределы своей квартиры и стал источником распространения коронавируса на территории округа, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность. Статья 236 Уголовного кодекса. И я бы очень хотела, чтобы наши граждане об этом помнили. Глава региона рекомендовал членам Оперштаба проработать с работодателями регионного опроса готовности в случае необходимости оперативно направить в режим изоляции сотрудников, находящихся в зоне риска по заболеваемости коронавирусной инфекции. Речь идет о гражданах пожилого возраста, беременных женщинах, а также о людях, которые страдают хроническими заболеваниями. Для размещения потенциальных заболевших в округе созданы необходимые условия. Мы, в принципе, перепрофилируем отделение для приема как пациентов с легкой степенью, которые не требуют проведения реанимационных мобильоприятий, а также пациентов, которые будут нуждаться в проведении искусственной вентиляции легких и оказании реанимационной помощи. В этих целях у нас расчетно разворачивается 7 коек реанимационных, и порядка 30 коек, это на нашей базе, для пациентов с легкой степенью и средней степенью течения заболевания в случае выявления данной инфекции. На заседании штаба было принято решение о приостановке плановых медицинских осмотров в учреждениях региона. Кроме того, врачам рекомендовано организовать выписку рецептов на лекарства гражданам в возрасте 60 и более лет в дистанционном режиме и организовать их доставку силами волонтеров. В настоящее время медицинские организации округа обеспечены двухмесячным неснижаемым запасом медицинских масок. Кроме того, в медучреждениях есть 4-6-месячный запас антибиотиков и противовирусных препаратов. То, что касается антибиотиков, тут в зависимости от различных групп у нас от 3 до 4-5-6-месячного запаса в зависимости от препарата антибактериальной терапии. Также в округе имеется запас этиотропной и противовирусной терапии данной категории пациентов. То есть в случае обнаружения пациентов коронавирусной инфекции у нас в настоящее время имеется запас препарата калетры, который рекомендован как раз-таки для лечения данных пациентов. Препаратов, которые имеются в наличии, достаточно для полного курса лечения 150 человек. Мария Даник, Ирина Никешина, Антон Водряков и Владислав Носкин. Телеканал «Север».